Чуть-чуть на меня. Все, сбился. Добрый день, я Василий Церетели, исполнительный директор Московского музея современного искусства. Хочу поблагодарить всех партнеров, которые поддержали проект в такое сложное время. Огромное всем спасибо. Здравствуйте, меня зовут Алексей Новоселов, я являюсь комиссаром 7-й Московской международной биеннале молодого искусства в пространстве основного проекта, в котором мы сейчас находимся. Коммуникация – это всегда важнейшая составляющая биеннале. К сожалению, в этом году мы лишены этого, и взаимодействие происходило с теми художниками, которые находятся не в Москве, дистанционно. Если говорить о биеннале в целом, как о проекте этого года, созданном в довольно сложных условиях, мне видится самым важным, что мы смогли отразить, как мне кажется, не определенный даже результат, а сам процесс, сам процесс вовлечения молодых художников и молодых кураторов в пространство современного искусства. Надеюсь, что для истории биеннале, для развития проекта в целом, это тоже очень важный этап, который приведет, возможно, к каким-то новым идеям на будущее, и мы будем использовать этот опыт исключительно как положительный. Здравствуйте, меня зовут Анна Тропкова, я директор Музея Москвы. Мы очень рады, что в этом году биеннале молодого искусства проходит именно в Музее Москвы, и основной проект открылся в сентябре с инсталляцией на фасадах исторических зданий. Мы находимся во втором корпусе Музея Москвы на Зубовском бульваре. Еще несколько десятилетий назад здесь располагались ремонтные мастерские гаража Генштаба Министерства обороны, а сегодня, благодаря Московской международной биеннале молодого искусства, это пространство трансформировалось самым радикальным образом. Здравствуйте, меня зовут Марина Толстова, я медиатор 7-й Московской международной биеннале молодого искусства, и я рада поприветствовать вас на показе основного проекта. По результатам конкурса специальный экспертный совет отобрал 4 работы молодых художников, которые были представлены на внутренних фасадах Музея Москвы. И специального упоминания удостоилась еще одна работа. Это видеопроект Саши Пироговой и Марины Фридман под названием «Вне времени». Для этой видеоработы тема действительно была вневременной, даже, можно сказать, вечной. Тема этой работы — любовь. И танцоры, перформеры, которые стали актерами для этого фильма, были люди, которые практически впервые увидели друг друга. Задачей для них стало не сыграть, а прожить это чувство. Также в конце 2019 года был проведен опенкол для кураторов. И по результатам этого опенкола были отобраны три кураторских проекта, которые представлены теперь во втором корпусе Музея Москвы. Здравствуйте. Меня зовут Эльза Абдулхакова, и я куратор проекта «Forbidden Body Language», вошедшего в основную программу 7-й Московской международной биеннале молодого искусства. Рассказывать об этом проекте логичнее, начиная с другого, запущенного год назад, в декабре 2019 года, в библиотеке имени Красова, лаборатории движения 6 квадратных метров. Серия практических классов и встреч, направленных на исследование телесности. Мы занимаемся исследованием тела и хотим вовлечь максимальную аудиторию к телу и телесности как к базовому языку коммуникации. Вот язык, который доступен каждому, и все, что нужно, чтобы начать им заниматься, это желание и минимальное пространство. Собственно, 6 квадратных метров — это минимальное пространство, которое необходимо для движения одного человека. Мы зазываем обратить внимание на свое тело, как бы вернуться к основам, совершить этот переход back to the basics, back to the roots. Внутри проектов Abidden Body Language 6 перформативных художественных работ. И все они выросли из лабораторной работы в библиотеке. То есть через 3-4 месяца у каждого ведущего сформировалась своя аудитория, своя исследовательская тема. Эти темы захотелось развить в художественные произведения. Когда мы собрали их всех вместе, мы поняли, что это проект про запреты. Это проект, который развенчивает запреты, связанные с телом. Будь то возраст, секс, гендер, теневая сторона человеческой личности, общее тело и возможность сосуществования нескольких тел в одном пространстве. Или голос как часть тела. Важной частью, а едва ли не более важной, чем серия показов, является для нас серия открытых практик. И мы приглашали к участию, пока у нас была эта возможность, всех желающих. Когда проект закрыт физически, мы изменили план на ближайшее время. И теперь мы снимаем видеоработы. Нам хочется отойти от формата документации и снимать работу на камеру. Для нас это большое изменение. И, честно говоря, мы бы никогда не согласились на производство видеоработ. Для нас важен контакт со зрителем. Для нас ситуация показа, когда в одном пространстве присутствуют художники и зрители, это совместный опыт, это телесная эмпатия. Это тот опыт, от которого нам бы не хотелось отказываться. Проект заявления. Некий акт легитимизации того, что танец и перформанс существуют и являются важной частью визуального искусства, современного искусства. Нам важно быть видимыми. И это проект, который нам помогает это сделать. И я благодарю Биеннале за такую возможность. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Вероника. Я медиатор 7-й Московской международной биеннале молодого искусства. И я расскажу вам о первом из представленных в рамках Биеннале кураторских проектах. Название его «Собственные места. Архивные пространства». Это работа двух кураторов, Джулии Мораля и Штера Барнсен. В центре концепции данного проекта лежит понятие архива. Кураторский текст отсылает нас к работе философа Жака Дридан, «Архивная лихорадка», в котором философ понимает архив как собрание документов, поддерживающих официальную власть. Однако кураторы предлагают нам переосмыслить или расширить понятие архива. Мы реализируем, что это common thread around стерео-н-и's практической, это действительно как-то пытаясь учитывать маржиналясь истории в форме. Я думаю, что это очень приятно, всегда, для меня, чтобы показать историю, что не было внимания, особенно если есть какие-то подлинные политические или социальные комментарии. I think it's really important that we managed to get people from all around the world, but also people with different stories to tell. We did include probably a little bit more video works than we usually would have because of the pandemic. Video allows you to do so much. It really is a very long process and it's a lot of work to make a video, but then of course it's so easy to show in different places. But I think we really wanted to make sure that this wasn't a video exhibition. So almost all of our videos have some kind of installation element. We had all of these projects, we kind of started to think about, because I mean there were similarities between them, but on the other hand they were also very different. And so that's then kind of how these three parts developed. Первая часть проекта носит название «Коллекция». В ней представлены работы художников, которые тем или иным образом переосмысляют реальные артефакты прошлого. Работой, которая встречает нас в части «Коллекция» стал объект, выполненный художницей Джулией Ченчи. Проект изначально задумывался как коллаборация трех несвязанных друг с другом людей. Фермера, производитель сельскохозяйственного оборудования и пчеловода, заинтересованного в экологическом подходе к сельскому хозяйству. Джулия Ченчи предложила этим людям из остатков сельскохозяйственного оборудования, которые у них были, создать новый функциональный объект. И им это действительно удалось. Однако обстоятельства не позволили нам доставить изначальный проект в Москву, поэтому команда «Биеннале» вышла из ситуации следующим образом. В Москве были найдены остатки старого сельскохозяйственного оборудования, отфотографированы, отправлены художницы. И по 3D-модели, созданной ей, уже собран объект, который представлен на основном проекте «Биеннале». Работа Ольги Шурыгиной с названием «Мираж» является продолжением размышления художницы о ее собственной связи с Узбекистаном, его традициями, его населением и одновременно продолжением предыдущей работы художницы с названием «Шузбекистан». В данном проекте художница едет в город Муйнак, находящийся на побережье высохшего Аральского моря, чтобы предложить его жителям отдать ей любую керамическую тарелочку, неважно старую, новую, с какой-то там ручной росписью или, может быть, массового производства, для того, чтобы из собранных тарелок выложить на дне высохшего моря «Мираж». Эта работа не является способом привлечь внимание к экологической повестке, скорее, это способ для художницы вовлечь жителей города в какой-то творческий, художественный процесс. И интересно, что эта личная инициатива Ольги, в рамках которой она просто ходила по домам и разговаривала с жителями, рассказывала им о своем проекте, пыталась их как-то в него вовлечь, эта личная инициатива разрослась до национальных масштабов. Тарелочки стали собираться по всей стране, присылаться из разных провинций. Вице-премьер-министр страны сделал объявление по телевидению о том, что художница из России собирает тарелочки. И в результате было собрано более трех тысяч разных тарелок. По изначальной задумке художницы, видеодокументация проекта «Мираж» должна была быть показана на дне Аральского моря. Поэтому, показывая свою работу здесь, в Москве, в рамках биеннале, Ольга использует песок, чтобы посетители могли почувствовать себя именно там, в том месте, где создавался проект. Чилийский художник Родриго Артаага представил на биеннале работу под названием «Если время бесконечно, то мы находимся в любой его точке». Эта работа состоит из своеобразного кабинета, выдвижных ящиков для хранения картотеки, офисного стола и стула, за которыми можно работать с микроскопом. В центре этого кабинета помещена горка песка. Идея работы возникла у художника после посещения микропалеонтологической лаборатории в Лондоне. Микроископаемые, которые там исследуются, действительно настолько малы, что если смотреть на них невооруженным глазом, они напоминают песчинки. Увидеть и изучать их можно только через хрусталик микроскопа. При этом каждый из этих песчинок хранит в себе информацию на протяжении сотен лет. Исследуя мир природы и собирая органические материалы, художник показывает разнообразие возможных подходов к получению знаний об окружающем нас мире. В своем другом проекте, районированная карта Чили, Артаага также работает с органическими материалами. Атлас показывает 15 регионов Чили, нарисованных с использованием нитевидных грибов. Работа была сделана несколько лет назад, и за это время произошли изменения на карте Чили. Появился 16-й район. Вторая часть проекта «Собственные места, архивные пространства» называется «Реконструкция». Художники этой части работают с архивными материалами, чтобы рассказать истории о полузабытых предметах и пространствах, которые они реконструируют в своих проектах. Перед вами кадры видеоработы художницы из Литвы Эмилии Шкарнулита под названием Альдона. Альдона – это имя бабушки-художницы, которая собирается на прогулку по парку Грутос. Этот парк был разбит на месте осушенных болот, а в 1998 году там появилась необычная экспозиция. Она состоит из многочисленных памятников советского периода, которые были демонтированы в начале 90-х годов с улиц и площадей Литвы. Изменился и вход в парк. Вокруг него установили забор с колючей проволокой, а по периметру расставили смотровые башни. Все это напоминает о системе советских лагерей, куда попали тысячи литовцев, а теперь на их месте оказались памятники прошлого. Однако экспозиция парка предлагает и иной взгляд на историю советской Литвы – память о тех, кто истово верил в строительство коммунизма. Во время прогулки Альдона бережно прикасается к покрытым зеленой патиной скульптурам, среди которых прошло ее детство и юность. Это не просто знак особого расположения. В 1986 году она полностью утратила зрение. Возможной причиной стали последствия взрыва на Чернобыльской АЭС. Поэтому сегодня бабушка-художница может осматривать памятники только тактильно, то есть дотрагиваясь до них. История страны, рассказанная в парке через приметы ушедшей эпохи, становится личной историей, благодаря буквальному прикосновению к прошлому. В рамках проекта «Собственные места. Архивные пространства» представлены две работы испанской художницы Терезы Салар. В основе инсталляции «Множественное плато» — поездка художницы в Карен, шахтерский город-призрак в пустыне Невада, США. Этот город вырос во времена золотой лихорадки, а когда месторождения были разработаны, пришел в упадок. И сейчас его население составляет всего 65 человек. Художница воспроизводит в пространстве выставки дом, похожий на найденный ей в пустыне, и дополняет инсталляцию фотографиями из поездки в Карен. Внутри дома, в который может войти посетитель, находится вторая работа Терезы — фильм с названием «Все то, чего там нет». В нем художница рассказывает историю молодой девушки, которая путешествует с Восточного на западное побережье США по следам американского инженера и фотографа Харальда Эджертона. Эджертон считается изобретателем стробоскопического света, методов высокоскоростной фотосъемки, подводной фотографии, а также камеры, которые использовали для записи первых разработок атомной бомбы. Терезу Салар интересует парадокс. Харальд Эджертон в своих снимках стремился сделать видимым то, что нельзя увидеть невооруженным глазом, но сама его жизнь стала отчасти невидимой, недоступной, так как его исследования были использованы в военных разработках. Черные глянцевые листы с математическими расчетами и рисунками, которые напоминают о гравюрах в старинных книгах, это работа художника из Нью-Йорка Филса Хэрингтона. Когда мы подходим к работе, то помимо изображений, которые отобрал художник, мы видим собственное отражение в замкнутом черном пространстве. Желание измерить весь мир, каждого человека и внести его в определенный реестр стало одной из отправных точек для художника. Когда и зачем человек стал искать способ измерить работоспособность своего тела и общества в целом? Или задался вопросом об энергии и ее присутствии во Вселенной? Какие методы мы используем для того, чтобы измерить силу и к чему это приведет? На центральном изображении мы видим гравюру XVI века под названием «Акедия», что переводится как «Уныние» или «Бессилие», «Апатия». Она является частью серии гравюр, посвященных семи смертным грехам, и отражает отношение средневекового общества к состоянию уныния или усталости как к чему-то постыдному, в то время как следует стремиться к духовной и телесной бодрости. Рядом с этой гравюрой находятся формулы, которые описывают первый и второй законы термодинамики. Второй закон установил существование энтропии, то есть неизбежность потери энергии в изолированной системе. Это открытие повлияло не только на наше представление об окружающем мире, но и стало толчком к разработке новых методов повышения работоспособности и максимальной производительности труда. Другим открытием стало изобретение спирометра. Это прибор, который используется для измерения объема легких. Очень скоро он стал использоваться для измерения работоспособности человека. Сравнивая показания спирометра до и после физической нагрузки, исследователи делали вывод о выносливости организма. Результатом этого стало статистически закрепленное в науке деление людей на более и менее выносливых. А категории, которые указывались при заполнении карточки, пополнились указанием цвета кожи, гендерной принадлежности и наличия инвалидности. По мнению исследователей прошлого, эти категории напрямую влияли на способности организма, что впоследствии было опровергнуто. Херрингтон соединяет в своей работе несколько открытий, которые на первый взгляд никак не связаны с нами. Однако каждая из них, как и многие другие, неизменно повлияли на то, какими нас видят окружающие, от соседей до крупных корпораций. Одна из самых необычных работ Биеннале — аудиоинсталляция Родриго Артеага. Его работы мы уже видели в предыдущей части проекта. Инсталляция состоит из шести динамиков, которые образует правильный шестиугольник. Эта форма напоминает место для проведения ритуала. В определенном смысле так и есть. Посетителям предлагают зайти в центр инсталляции, чтобы закрыть глаза и на пару минут перенестись в леса Чили. Несколько лет назад Родриго записал звуки леса в национальном парке Коли-Коли. Кстати, название парка как раз и стало названием работы. «Темные воды» — так переводится Коли-Коли с языка индейцев мапучи. Во время локдауна Родриго вместе со своим братом-звукорежиссером Габриэлем Артанго воспроизвели запись звуков леса, в которые стало невозможно попасть. Для этого они замедлили запись, чтобы пение птиц и шум воды оказались на той же частоте, что и человеческий голос. А затем они сымитировали каждый звук исходной записи и вновь ускорили воспроизведение. Этот медитативный процесс стал для них способом переждать изоляцию и заново пережить опыт, который внезапно стал недоступным и сохранился только в их архиве. Финальная часть проекта называется «Воспроизведение». Художники воссоздают истории реальных людей и благодаря их работам оживают документы прошлого, будь то дневник, научный труд или коллективная память целого народа. Что такое прошлое? История или память? Как его воскресить? Хранится ли оно в какой-то вещи, там, где мы меньше всего ожидали его обнаружить? Художница Бо Чой снимает фильм о том, как она открывает посылку от своей мамы, где находятся, на первый взгляд, совершенно случайные предметы. Это вещи из детства Бо Чой, которые имеют для нее особенный смысл. В фильме также появляются кадры хроники бомбардировки Уайт-Чеппелла, столкновения антифашистов и Британского союза фашистов на Кейбл-стрит и их жестокий разгон полицией, погромы во время китайской культурной революции. За кадром звучат истории, которые рассказаны от первого лица. Это воспоминания разных людей, участников трагических событий. Героиня фильма представляет себя человеком из другого времени и другой эпохи. Таким образом, она проживает события прошлого через чужие воспоминания, и жизнь другого человека становится частью ее настоящего. Перед вами работа художницы Ани Глейтер «Бабушкина кости». Это две высокие скульптуры олени и птицы, которые напоминают таинственных лесных духов. Их грозный вид и ощущение потусторонней силы не соотносятся с немного нелепыми костюмами, с яркой бабочкой и фраком, как у циркового конферансье. Внутри скульптуры полые. Можно открыть небольшие двери и зайти внутрь, где находятся планшеты с видео. На видео кадры, которые сняла сама Аня Глейтер во время поездки в Сибирь, куда она поехала по следам известного британского антрополога Марии Чеплицкой. В 1914 году Чеплицкая отправилась в экспедицию по берегам Енисея, чтобы изучить быт и традиции эвенков и других народов Сибири. Из экспедиции Чеплицкая привезла с собой около 200 оригинальных предметов и сотни фотографий. Она стала автором одного из самых полных описаний сибирского шаманизма и первой женщины-преподавателем антропологии в Оксфордском университете. И неожиданно, спустя пять лет, после столь большого успеха, Чеплицкая покончила с собой. Работы Ани Глейтер исследуют взаимосвязь между антропологией и искусством. До того, как стать художницей, она успела поработать ихтеологом и орнитологом, а также много путешествовала по отдаленным регионам в Восточной Сибири. Название «Бабушкина кости» отсылает к методам антропологии начала XX века. В то время разорение могил и осквернение святынь стало обычной частью работы антропологов для того, чтобы пополнять коллекции музеев и создавать научные труды. Видео в скульптурах зеркально отражают друг друга. Это одна и та же история о встрече людей из разных культур. Видео внутри скульптуры птицы рассказывает историю глазами европейских исследовательниц. А во втором видео мы можем посмотреть на приезжих глазами местного населения. Глейзер дает возможность посетителям услышать голоса, которые игнорировались прежде, и создает пространство для диалога столь непохожих друг на друга культур. Сюжет фильма голландского художника Эспера Постме разворачивается вокруг истории трех поколений его семьи. Дед Постме родился на Яве, куда во время Второй мировой вторглись японские войска, и он оказался в лагере для военнопленных. Через три года ему удалось уехать в Голландию. Но спустя почти полвека он отправился в путешествие по Яве и посетил те места, где жил раньше. Во время поездки дед Постме вел путевой дневник. Когда художник и его отец решили отправиться в путешествие по его следам, то этот дневник стал основой для их маршрута. Также для съемок фильма Постме реконструировал библиотеку своего дедушки, который собирал исторические книги о голландской уст Индии. На фоне этой реконструкции Постме записал интервью со своим отцом, который делится воспоминаниями о деде Постме. Название работы «Налаживая отношения». Художник исследует закономерности и пробелы в памяти поколений и попутно налаживает отношения внутри своей собственной семьи. Мы находимся в пространстве инсталляции Камиль Левек. Это последняя работа проекта «Собственные места, архивные пространства». Левек, художница армянского происхождения, которая живет и работает во Франции. Ее семье в начале XX века пришлось пережить сразу две эмиграции. Сначала они спасались бегством от геноцида на территории Турции, а затем сбегали от Российской революции. Левек выросла в семье, где память о прошлом священна. Старые фотографии занимали место икон, а культурные традиции становились религиозным культом. Именно поэтому ее работа отчасти отсылает нас к обвершалым стенам домов, на которых сохранились фотографии в цветных рамках и фотообои, которые когда-то были популярны. А с другой стороны — алтарь со свечами, вставленными в песок. Важно отметить, что архивы семьи Левек из-за многочисленных переездов практически полностью были утеряны. И фотографии, которые она использует в своих инсталляциях, она собирала на барахолках, на блошиных рынках, в Ереване и других городах Армении. Таким образом, она подчеркивает общность опыта, который пережили все армяне в начале XX века. Над этой работой Камили Левек работала совместно с Люсикой Хутиан. Это альтер-эго художницы, вместе с которым они работают над проектами, связанными с определением национальной идентичности художницы. Это имя было выбрано не просто так. Люсикой Хутиан — это имя ее бабушки. Таким образом, художница восстанавливает диалог между разными поколениями. Одна из частей инсталляции — это видео, созданное при помощи приложения Google Earth. Это восхождение на священную для армян гору Арарат. Путешествие невозможно сегодня, так как Арарат находится на территории другого государства. Эта гора становится символической границей между Арменией и ее диаспорой. Художественная практика Камили Левек — это поиск нового языка, на котором можно будет говорить о коллективной травме. Такая травма есть у каждого народа, а значит, у каждого из нас. Художники проекта «Собственные места, архивные пространства» переосмысляют архив как набор личных воспоминаний или чужих историй, которые по разным причинам были забыты. Не все из них поддаются коллекционированию, детальной реконструкции или точному воспроизведению. Каждый из нас, соприкасаясь с прошлым и рассказывая о нем, обязательно привнесет в историю свои воспоминания и свое видение. Так архив становится не просто набором пыльных бумаг, а системой запутанных отношений между прошлым, настоящим и будущим. «Я не знаю, земля кружится или нет» — кураторский проект Лизаветы Матвеевой и Франчески Альтамуры. Его названием стала первая строчка из стихотворения Велимира Хлебникова. Хлебников был футуристом. Вместе со своим соратником Маяковским они создавали новый абстрактный язык, реконструируя привычные слова или строй предложений. Новому, послереволюционному миру полагалось говорить на новом же языке. Из-за пандемии кураторы приняли решение перенести выставку в онлайн-формат. Несколько художников отказались, но большинство согласилось на этот эксперимент. Для кураторов было важно, чтобы все проекты были в одинаковых условиях, поэтому работы художников из России, которые не требовали транспортировки из-за границы, тоже были перенесены в онлайн. Изначально мы предложили очень физическое шоу, которое состояло из картин, скульптуры, инсталляций, и все эти работы должны были представлять непосредственную близость руки художника. Когда нас выбрали в конце июля этого года, нам представили совершенно другие и крайне радикальные условия. Никаких поездок участников, включая кураторов, художников, или привоза произведений искусства. То есть все работы должны были быть воспроизведены в Москве. Учитывая эти новые параметры, мы решили сделать выставку в формате специальной цифровой платформы, чтобы обеспечить наиболее безопасную, справедливую и доступную презентацию, подходящую для текущего момента локдауна. I Don't Know Whether the Earth is Spinning or Not is a digital exhibition that brings together emerging artists, writers, and poets from over nine countries. Their works confront the estrangement, disassociation, and vulnerability brought about by our challenging and dark times, but interweaving satire, irony, the comical, the uncanny, and the grotesque into multimedia forms. Специально созданная цифровая платформа была задумана как переосмысление городского пейзажа, в котором знаменитые достопримечательности Москвы намеренно даны искаженными. Это своего рода дань уважения городу, принимающему Биеннале. Для представленных работ характерны прежде всего искажения человеческой фигуры. Художественное самовыражение пробивается непрерывным свечением сквозь туман глобальной катастрофы. Почти половина участников из России, поэтому выставка акцентирует внимание на самобытном современном прочтении легендарной авангардистской традиции. Анализируя повседневность с помощью индивидуалистических и сардонических механизмов, художники, писатели и поэты выражают свои страхи, беспокойство, стремления, сомнения, надежды и повседневные истины, искренне желаем быть услышанными. Продолжение следует... Теперь мы переходим к работам, отобранным для первой части основного проекта Биеннале. Они представлены во внутреннем дворе Музея Москвы. Первая работа — это проект Алиса Амельянцевой. В своей работе на стройке экрана она исследует размытие границ приватного пространства. Светоотражающая пленка уже была использована Алисой в предыдущих проектах. В данном случае этот материал адаптируется к архитектуре здания музея. Фасад таким образом начинает походить на так называемые зеркала Гизела. Такие зеркала вы могли увидеть в кино, особенно детективным. С помощью них становится возможным наблюдение за преступником на допросе или за фокус группы во время социальных и психологических экспериментов. Невидимость наблюдателя позволяет испытуемым вести себя естественно. Кроме того, в настройках экрана исследуется вопрос отражения действий человека в пространстве, сохранения исторической памяти в архитектуре. Действительно, пленка может напомнить зеркало, в котором мы видим отражение самих себя, а также пространство внутреннего двора Музея Москвы. Алиса работает с фасадом, в котором проходит вторая часть основного проекта. А остальные три похожих фасада отражаются не только друг в друге, но и в своеобразном зеркальном экране. Другая молодая художница Алина Глазун представила на биеннале молодого искусства многосоставную композицию без названия. Гирлянды из флажков и надпись «Все немного разные», расположенная полукругом, придают фасаду торжественный праздничный вид. С одной стороны, эта фраза не несет в себе конкретного посыла. Ее даже можно сравнить с тестами Роршаха. Каждый зритель может наполнить ее собственными мыслями и ассоциациями. С другой же стороны, сама Алина иронизирует над современным искусством. Действительно, зачастую у нас может возникнуть ощущение, будто работа современных художников похожа друг на друга. И в этом контексте Глазун призывает нас научиться видеть различия и наслаждаться ими. Совершенно особенным образом эта мысль может раскрыться, когда мы понимаем, фотографии котов на гирляндах на самом деле запечатлели двух совершенно разных животных, а не одного, как это могло показаться на первый взгляд. В своей объемной инсталляции Игорь Самолет обращает наше внимание на уязвимость современного человека внутри гигантского цифрового пространства. Мобильная экранная культура, которая стала нашей повседневностью, диктует новые правила взаимодействия между людьми. Художественная практика самолета — это процесс производства и потребления цифрового контента. Как вы можете увидеть, Игорь делает скриншоты экрана своего смартфона и наносит на них рисунки. Выставляя получившиеся композиции, художник показывает нам свою реакцию на социальные, исторические и личные события. Таким образом, Игорь Самолет предлагает нам задуматься о проблеме приватности в цифровую эпоху. Работа Ромы Богдановой представляет собой шторы из специальной экранирующей ткани, размещенные на окнах фасада Музея Москвы. Экранирующая ткань — это радиопоглощающий материал, изначально разработанный для военной техники, чтобы делать ее менее заметной. В современности он вышел на потребительский рынок для ограничения доступа к пользовательской информации, шторы всегда являлись для нас символом сокрытия личной жизни от посторонних глаз. Но развитие цифровых технологий открыли новую форму защиты, теперь уже своих личных цифровых данных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова